Дмитрий Перминов подводит первые итоги. Лесным хозяйством он заведует уже год. За это время, по словам директора департамента, долги лесхоза сократились почти вдвое. Лесов тоже сгорело меньше. На этом даже сэкономились 7 миллионов рублей. И почти все их потратили на развитие пожарно-химической станции и на посадку нового леса. Но вот незаконных вырубок стало больше. В прошлом году нашли 211. Общий ущерб 155 миллионов рублей. Причем, кто вырубает, удалось найти лишь в каждом втором случае. 143 уголовных дела было возбуждено по их факту. Хочу здесь обозначить, что лишь к уголовной ответственности было привлечено лишь до логического завершения, как бы вынесением приговора, было доведено лишь 14 уголовных дел. Либо штрафы, либо условные кидаты. Здесь на скамье подсудимых незначительное количество. Сейчас не могу сказать, но я знаю, что с реальными посадками дела там не заканчивались. Здесь директор департамента видит только один выход. Надо сразу искать нарушителей по горячим следам. А лучше не только штрафовать, но и конфисковать все незаконно срубленное. Кстати, среди злоумышленников иногда оказываются и люди, которые должны были лес беречь. Так руководитель Давыдовского лесничества сейчас находится под стражей. Еще один вопрос, который на особом контроле Дмитрия Перминова – незаконные назначения санитарных рубок. Теперь он сам отслеживает, в каком лесничестве хотят убрать старые деревья. И, как показал опыт, отслеживает не зря. Вот один из последних случаев, Юрий, в польском районе. Со мной был подписан приказ о перепроверке этих данных. Учитывая, что по 294 закону мы обязаны уведомить арендатора о проведении контрольных мероприятий. Когда мы выехали, мы обнаружили, какой факт. Клеммы поставлены на здоровый лес, а рядом стоит сухостой. И перед нашей проверкой вот эти клемения деревьев было закрашено и уже переставлены, соответственно, на поврежденные деревья. Все чаще стали земли леса самовольно застраивать. Сейчас в суде семь дел о захвате территории лесного фонда. По словам директора лесного департамента, такие земли стараются изымать и засаживать. Но бывает и так, когда приезжают разбираться, вместо леса уже стоит жилой микрорайон. По Покрову я знаю, там, соответственно, глава, который распорядился земли лесного фонда, его действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий, статья 266 уголовного кодекса, и он был привлечен к уголовной ответственности. Среди проблемных вопросов затронул Дмитрий Перминов и тему недропользования. Почти из тех разработанных карьеров раньше делали водоемы. Теперь же стоит задача снова возрождать на этих участках лес. Юлия Кузнецова, Александр Мажаров, 6 канал.